Приветствую вас, дорогая церковь. Мы будем читать из книги Деяния, из 13 главы. Слово, которое уложил Господь, когда я готовился, я размышлял, думал о чем. И Господь послал мне это слово. И местом мы прочитаем из книги Деяния, 13 глава. 22 стих. Если вышли с 21-го. Потом просили они царя, это идет о речи израильском народе. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои». Нашел я мужа по сердцу моему, сына Иесеева. Об этом я размышлял, думал, готовясь к проповеди. Угодить Богу и получить такое свидетельство не каждому суждено. Однако возможность иметь такую похвалу от Создателя имеет каждый. Необходимо только быть преданным и искренним перед Ним. Давид. Мы все прекрасно знаем этого человека, читая Священное Писание. Он был вторым царем в израильском народе. И как мы прочитали, что первый был Саул, которого Господь поставил царем, или, скажем, разрешил, чтобы он был царем у израильского народа. Но, читая, мы знаем, что жизнь Саула, она была даже и не близка к Давиду, а была далеко, совершенно далекой жизнью. И Господу не нравился этот царем, Господу не нравился этот человек, потому что он не был предан Господу. Он не был верен Господу. И мы знаем, что какая его жизнь была, что он делал много неугодное пред Господом. И вот Господь, он увидел Давида. Знаете, я думаю, каждому человеку, я не ошибусь, я скажу, каждый человек хотел бы быть человеком по сердцу Господа. И таким человеком был Давид. А как Давид этого достиг? Мы помним, когда Господь сказал Самуилу, пойди в такое место, в такой дом к этому человеку, и чтобы он помазал Давида. И вот Самуил пришел в дом Есея, вот вышел старший сын, нет, это не он. Вышел второй, Самуил посмотрел, нет, это не он. Третий и так далее, и так далее. Потом говорит, все ли это твои сыновья? Он нет, говорит, там еще есть младший сын, он в поле пласет овец. Он говорит, призови его сюда. Мы не сядем кушать, пока он не придет. И вот пришел Давид, самый младший, юноша, молодой человек. Я не знаю, может, у кого возраста, как ребята сидят. Совсем был молодой человек. И Самуил увидел, что это он. Этот молодой человек, молодой юноша. Смотря его характеристику, мы видим, какой он был. Когда он был там, с овцами в поле. Знаете, у него не было книжки, которую он мог читать. У него не было айфона, и он не мог какие-то игры играть или что-то смотреть. У него этого не было. А у него в мыслях был Господь. Он был все время с Господом. Он пел песни, прославлял его. Если мы откроем книгу Псалтырь, сколько Давид написал. Он любил Господа всем сердцем своим. И вот, находясь там, он прославлял его гимнами своими. Славил Господа. Это единственное, с кем он мог общаться. Никого вокруг не было. С овцами он, это животные. И он обращался с Господом. Была такова его жизнь. Он любил Господа. Давид был глубоко верующим человеком. Знаете, когда Господь, он не просто выбрал Давида и сказал, вот этот будет муж по сердцу моему. Нет, Господь в нем что-то нашел. То, что было по сердцу Господа. Давид был глубоко верующим человеком. Помните, когда против израильского народа вышли филистимляне? Прошло время, и отец ему говорит, пойди посети братьев своих, отнеси им еду. И вот он взял и пришел туда. И вот эти два стана стоят против друг друга. И он услышал, когда вышел Голиаф, и этот высокий, большой человек, он видел, что он очень большой, он выделялся из всего народа. И как он поносил народ израильский? И вот он, придя к Саулу, сказал, я выйду против этого человека. Саул посмотрел на него. Ты, да ты юноша. Ты вот, молодой. А этот Голиаф, он воин от юности своей. Ты не знаешь даже, как меч в руках держать, как копье держать в руках. И он надел его свои доспехи, дал ему свой меч, и Давид этого не смог носить на себе, снял. И Давид ему рассказывает такую историю. Когда я был пас овец отца своего, и вот приходил медведь или приходил лев и уносил одну из овец. Я догонял, забирал и убивал, поражал. Кто из нас осмелится выйти на медведя или на льва? А Давид это делал, потому что он упопал на Господа, потому что он верил, что Господь ему даст силы. И он говорит, и с этим необрезанно будет то же самое. Знаете, говорят, когда собака голодная, и ей дать ей еду, то опасно рядом находиться, потому что она может покусать. А Давид, он догонял льва, и догонял медведя, который поймал себе добычу, который поймал себе еду. И он догонял его, и забирал у него, и убивал его. Кто из нас осмелится это сделать? А он это делал. И вот он, потому что он глубоко верил в Господу, он доверял его, что Господь ему поможет. И видя этого Голиафа, он уверен был в себе, что не он своими навыками, не он своими каким-то умением охотится или знал, как победить льва или как победить медведя, но он уповал полностью на Господа. И здесь он тоже в этом случае уповал на Господа и знал, что Господь ему поможет. И ни мечом, ни копьем, ни какой-то саблей, обыкновенным копьем он поразил этого великана. Давид любил дом Божий. Знаете, в Псалме 121, первым стихом Давид пишет такие слова. «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень». Радуемся ли мы, когда у нас есть возможность идти в дом Господень? Когда подходит время, чтобы идти в дом Божий. А Давид этому радовался. Знаете, в то время еще не было храма, но Давид понимал, что придя в дом Божий, придя туда, где обитает Господь, сердце его радовалось. Он радовался тому, когда есть возможность быть в доме Господнем. Это прекрасный урок для нас. Знаете, Давид был обыкновенным человеком, таким же, как и мы с вами. У него также были падения, у него также были и трудности в жизни, искушения были, и грехопадения были в его жизни. Помню, когда он обманным путем взял себе жену Версавию. Это было его грехопадение. Он также согрешал перед Господом. Но знаете, особенность его в том, что он умел раскаиваться. Он умел сердечно каяться в своих грехах, сокрушаться. И это в Писании об этом тоже говорится. В Псалмах тоже видно, мы читаем, что когда Давид, он согрешил, как он каялся пред Господом. Он был мужем по сердцу человека. Но много чего можно научиться у Давида. Мы знаем, Господь не назвал его мужем по сердцу просто так. А действительно, его жизнь, его состояние, его любовь к Господу были отличительны от других людей. Я не призываю тому, чтобы мы сейчас шли, искали медведя и поражали медведя и льва. Но есть ли у нас такое к Богу отношение, как было у Давида? Я думаю, каждый из нас хотел бы, чтобы Господь мог сказать, Олег, Владимир, Виталя, это муж по сердцу моему, потому что он любит меня, потому что он доверяет мне. как бы хотелось, чтобы каждый из нас, жизнь каждого из нас была чем-то похожа на Давида. Может быть, у нас не будет, нам голоса с неба, ты человек по сердцу моему, но чтобы наша жизнь, она была такова, чтобы мы любили Господа, чтобы мы следовали за Ним, чтобы мы уповали на Него, доверяли Ему, как это делал Давид, чтобы каждый из нас действительно был похож на мужа по сердцу Господа. Да, благословит нас Господь в этом, иметь рассуждение, иметь такое желание быть человеком по сердцу Господа. склоним наши сердца, наши колени и прославим Господа в молитвах. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok